Фабрика фарфора с почти двухсотлетней историей разорилась в Польше из-за высоких цен на газ, пишет газета Выборча. Цитируем. Массовые увольнения в известных компаниях. В районное управление труда в Албжихе поступили два заявления. Первое касается фабрики фарфора Кристоф, второе – производителя керамической плитки Царсанит, говорится в сообщении. И это очень интересно, потому что последняя марка вполне себе была довольно популярна в России. К сожалению, с ликвидацией фарфоровой фабрики Кристоф заканчивается эпоха. Жаль, потому что это была последняя из действующих фарфоровых фабрик в Албжихе, заявил пресс-секретарь местного магистрата Эдуард Шевчак. И вот, казалось бы, при чем здесь Путин, но ведь ровно Польша. Больше всех криком кричит, что надо отказаться от дешевого газа из России, без молекул свободы. А когда кто-то, не будем показывать, пальцем чпокнул газопроводы газ, промо-местные политики публично порвали пару баянов от радости. Действительно, подумаешь, заводы какие-то в результате закрываются, но ведь штаты обещали помочь. Причем, кстати, это тоже не шутка, просто оцените прелесть. Представитель США на днях заявил, что сияющий град на Хамне вполне себе может обеспечить Евросоюз газом, однако для этого надо подписать долгосрочные лет, так на 15 контракты. Только вот на прошлом допросе все эти деятели из Вашингтона тоже очень ругались про длинные контракты газового гиганта России, рассказывая, что рыночек должен порешать сам. Но как только трубы на дне Балтийского моря перестали функционировать, так все сразу, как видите, чудно изменилось. Впрочем, не газом, так сказать, единым. Богата Москва. И поэтому у Польши снова одни расстройства. Еще больше ужасных подробностей, как обычно, через пару секунд. Друзья, скоро уже год, как мы работаем для Вас без полноценной монетизации, ведь она отключена для России. Поэтому Ваша помощь крайне важна, и даже 50 рублей, когда Вас много, позволяют нам, напомним, каждый день радовать Вас новостями. Кстати, для неравнодушных граждан из других государств, теперь доступна опция спонсорства. Надо просто нажать нужную кнопочку, ее вы увидите на экране, а номер карты есть в описании к этому ролику. Заранее вам огромное спасибо, вы не бросили нас в 2022 году, не бросайте и теперь вместе победим. Итак, Польша, по словам местных политиков, приготовилась арестовывать имущество Германии в целях выплаты за все хорошее, так сказать, ибо Берлин по-прежнему, как говорится, по-хорошему не хочет. Идея на самом деле, согласитесь, интересная. Это кино будет даже поинтереснее Аватара 2, который вроде в России не должны показывать, но каким-то чудом что-то пошло не так к расстройству товарищей изоляторов. И такая же Петрушка у польских журналистов, кто пишут цитата прогноза о том, что экспорт удобрений из России рухнет, не оправдались. И более того, несмотря на снижение объема продаж, экспорт вырос на 70 процентов и составил почти 17 миллиардов долларов. Да-да, The Business Insider Польска буквально рвет и мечет. Еще цитата. Скачкообразный рост цен на газ летом, вызванный ответными санкциями России и отказом Европы от закупок голубого сырья из этой страны привел к тому, что производство удобрений во многих государствах старого континента оказалось нерентабельным. Заводы прекратили производство, в том числе и Польша, что также ударило по другим отраслям рикошетом в виде дефицита углекислого газа. Пока Москва в свою очередь даже выиграла от экспорта удобрений, ведь цены на данное сырье сильно выросли в 2022 году, несмотря на снижение объема продаж. Товарищу Моровецкому так сказать привет. И это точно не конец истории.